На вечере польско-казахстанского бизнеса участвуют дипломаты, эксперты и, конечно же, бизнесмены двух стран, занимающиеся торговой и инвестиционной деятельностью. В деловых кругах предприниматели обсуждают, где бы они могли еще реализовать проекты, возможно, открыть новые производства и торговые представительства. Только за последние полгода польские фирмы инвестировали в Казахстан 16 миллионов долларов. Для всех иностранных инвесторов, но для польских в особенности интересны те направления, которые связаны с большими инфраструктурными программами, которые существуют сейчас в Казахстане. Программа «Нружо» и другие. То есть те секторы, которые нуждаются в современной технологии, в стройматериалах. После деловых переговоров состоялась и приятная часть встречи. Это награждение отличившейся компании, которые уже много лет успешно строят бизнес. За это время товарооборот между странами превысил миллиард долларов. Польские товары у нас пользуются большим успехом. Это лекарства, продукты питания и лакокрасочные изделия. Европейская же страна у нас покупает то, чем богат Казахстан. Это нефтепродукты, минеральные масла, удобрения и природный газ. При этом бизнесмены отмечают, что из-за падения цен на нефть, санкции в отношении России и девальвации тенге, их товары стали непривлекательными в цене. Это не могло не отразиться на продажах. Отразилась эта негативная тенденция на всем импорте из Запада, в том числе из Польши. Но особенно это касается таких товаров потребления, как продукты, как одежда. Польские предприниматели огорчены тем, что из-за проблем с транзитом по территории России экспортеры сельхоз, продукции, боясь транспортных рисков, отказываются от поставок в Казахстан. Но проблему может решить членство Казахстана во всемирной торговой организации. Наша страна в течение пяти лет согласилась снизить среднюю ставку таможенную с 10,5% до 6,5% на агропромышленные товары.